ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто выиграет на живой раунд? Участвуй в гонке предсказателей и зарабатывай реальные деньги. Чем больше ставок, тем больше бонусов. Вознаграждение за первый депозит до 600 долларов. Испорт Бэтс Хом. Живой азарт и холодный расчет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, ребята, мы с вами возвращаемся в прямой эфир и продолжаем. Продолжаем смотреть за матчами второго игрового дня Дримлиги. Второго из семи дней вот этого, как они его сами называют, Power Week. Потому что 8 матчей каждый день и с такими дилеями, как у нас были вчера и как есть сегодня. Это получается даже не 8 дней, а чуть ли не 7 дней, а 7 суток доты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажем так. Ну, ничего страшного. У нас Альянс продолжает играть против команды 4-Энчерс и Си-Кэптен. И напомним, что первую игру выиграли Альянс. У них на данный момент 3 победы и 4 поражения в турнирной таблице. Ну и, собственно, у команды 4-Энчерс на данный момент 0-1, скажем так. Я навел справки по поводу Джерекса. И кажется, что это действительно тот парень, который играл очень много игр на Йор Спирите в паблике. То есть, видимо, он в этой команде ждет, когда наконец-то Йор Спирит появится, чтобы зажечь. Ну, может быть, может быть. Но просто Йор Спирита, к сожалению, до сих пор пикать нельзя. Кстати говоря, действительно странная фигня. Ты не знаешь, когда быть можно. А можно будет Йор Спирита? Ну да, но вот патч сейчас выйдет. Нет там Йор Спирита в CM не знаешь? Ну, информации не имею, скажем так. И я не имею. Вот, а хотелось бы... Ну, просто непонятно, герой уже год. Ну, блин, а что его вводить тогда, если в CM не хочешь вводить? Вводить уже всех и Феникса. Интереснее смотреть было бы. О, боже. Ну, ты прикинь, сейчас было бы и Феникс. И Феникс, и Оракл, да. И этот, и новый Фантом Лансер, и так далее. Ну, с Оракла... Кстати, новый Фантом Лансер полная хрень. Забей его вообще никто брать не будет. Я уверен, он такой слабый стал. Я поиграл тут и посмотрел. Оценил. Полная шляпа. У него иллюзии пропадают через 5 секунд. Максимальные, вот то, как они сделались. С ним вообще ничего не попушишь, не пофармишь. Такой себе, да? Угу. Ну, чё ты знаю. Реально такой себе герой. Ну, а Your Spirit было бы интересно, интересно было бы. Чё бы, нет? Ты видел первый, пока Your Spirit на профессиональной сцене был у Na'Vi в Кэптонс Драфте? Не, я не смотрел, они играли параллельно. Ну, я просто параллельно комментировал этот, ну, Дримхак, и я не смог ту игру посмотреть. Угу. Там просто Ван Скор играл, и на самом деле он, конечно, вызвал массу недовольства людей в Твиттере. И не только, даже на Реддите, по-моему, о том, что... Ибо не умеет. Ну, да, лучше бы парень не брал, ты бы не брал Your Spirit. Типа, там всякие комменты из разряда, да парень, да там, задроты на 2К рейтинге, которые просто сыграли 50 игр, и то лучше. Типа, отыграют. Да на это ты. Ну, я смотрел... Не играй больше на этом герое, да и всё. Я смотрел, он действительно мазал там много, я думаю, что люди, которые... Знаешь же, есть именно в Your Spirit, вот, это такой герой по типу инвокера, мипа, на котором вот есть именно задрота, именно этого героя, там, тысячи игр сыграли. Они, наверное, были недовольны. Он там камнями, все время пазл. Не, ну, это понятно, что хватает такого народа, очень-очень толкового, скажем так, да, которые, да, как Адмирал Бульдог в своё время там отыгрывали. Да, да, да. Ну, есть же такие товарищи. Ну, я хочу Your Spirit, я хочу, просто я хочу, чтобы все поняли, что Айсфрок совсем сдурел, потому что, знаешь, после того, как я Оракла в очередной раз открыл и записал свой небольшой обзорчик до него, просто с сайта playdota.com, как бы прочитав скиллы и поразмыслив там 15 минут, что это вообще за скиллы, я просто ещё раз понял, что это вообще не ульт, это, я не знаю, что. Например, ульт, который даёт неизвимость на 9 секунд, как бы, герою, и непонятно даже, у него отнимаются хп или прибавляются, или что вообще происходит. И в любой момент этого ульта его можно похилить, там, ну, на любое количество хп, да, всеми хилами, какие у тебя есть, и это всё в два раза увеличится. То есть, скажем, ну, блин, это полный бред, короче. Ну, это согласен я с тобой абсолютно полностью, ну, тут, 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 короче, по пику мы видим, что легионочка у нас заезжает под сларкой Скарасмага, решили в Фуэнчерс и Си Кэптэн сыграть как-то поактивнее, что ли. Ну да. Я тут читаю новость на вашем сайте, Battle of Central Europe, Virtus.pro Polar продвигается по сетке, это как получается так, что они же, они же там, они же на лане. Слушай, честно, я не знаю, у меня такое ощущение, что эти парни играют 24 на 7 на всех турнирах, которые вообще есть, и, возможно, там с ноутбуков, с планшетов как-то, или... Ну, они действительно только что играли против Lions и выиграли 2-0, это как вообще? Я думаю, что из этого клуба, где все там тренируются, вот этот известный Inferno что-то там. Inferno Online, ну, может быть, им там сделали эти, как его, может быть, сделали там GD Studio, то есть в студии, где это все проходит, Дрихамковская, там я видел интервьюшки брали, я включал это на стриме, увидели там, Jazz брала интервьюшки, там на бэкстейже есть кое-какие там такие, типа, компы, может быть, они там тренируются, типа. Может быть, может быть, все может быть. Ну, просто еще время зря не теряются, знаешь ли, видишь. Это правильно. И расслабляются. Это правильно, это правильно. Ну, вот мы видим, Шейкер опять появляется у четырех якорей, и что же будет дальше? Слушай, вообще, если это четыре якоря, море и так далее, им нужно всех брать морских, смотри, есть Сларк, Накусь, Тай-Дай, Медузу и Слардара. Ну вот, это вообще фантастика, суперрыбы. Так это ж, когда-то ж вы так катали, помню, да, когда были ДТС, там, вот это была стратегия этих рыцарей, Драгон, Найт, Ом. Была такая. А тогда не было Сларка, рыб не хватало. Да, рыб не хватало. Нет, был тогда уже Сларк, лол. Да? Да, по-моему, было. Ника что не было. Может и был. Может и был. Я чуть не помню. Бывает, бывает. Ладно, я продолжаю опять-таки читать то, что вы пишете в Твиттере, если вы пишете что-то полезное. Счет в серии 1-0 в пользу Alliance. Ну, по сути, это не серия. Тут каждая карта, это отдельно стоящая, скажем так, игра. Да, и вот считаются именно победы по картам, они там ничьи или еще там что-то. Так что не важно, какой счет в серии. Важно то, что Alliance имеет 3-4, а 4 Anchors in Sea Captain имеет 0-1. Все остальное это такое. Ну да, Alliance имеют возможность сделать... Выйти в ноль. Ну да, выйти в ноль. И догнать в турнирной таблице Virtus.pro и MVP Phoenix. Да-да-да. Сделать 4 себя, 4 победы, это уже, я думаю, близко к попаданию в топ-6. Мы вчера считали, что 5 это минимум, который нужен. Ну, вообще 4 это минимум, который нужен. То есть, если там, например, закончится так, что у одной команды будет 14-0, у второй 12-2, у третьей 10-4, у четвертой 8-6, у пятой 6-8, у шестой 4-10, у седьмой 2-12, да, и у последней 0-14, то у четырех побед хватает. Ну, там, я кажется, будут всякие разные расклады. Ну, конечно. Где будут переигровки, скорее всего, какие-то, или типа того, или по времени, или как там у них будет считаться. Я уверен, что будет, ну, вот несколько команд претендовать на выход с одинаковым количеством побед. 5, там, например, очков будет, там, у трех команд, или как-то так. Да, бывает. Пишут, скажи Несу, что хоть и ульта Орак ладится 9 секунд, прикол в том, что если дамага внесут больше, чем Оракл сможет выхилить, он, наверное, умирает. Спасибо. Спасибо, братан. Руслан, огромное спасибо тебе. Только, блин, 9 секунд, братан, ты понимаешь? 9 секунд это... Был герой, его били-били, почти убили, ему дали эту хрень, и он еще 9 секунд просто дерется, как два граева дазла. Да, то, что надо. Два граева дазла. Действительно, так оно и есть. Попробуй. Да, и чтобы этот Роман, Роман, да, или как там... Роман, да, Роман. Руслан, точнее, Руслан. Руслан, Руслан, да, чтобы он понимал, не обязательно Ораклу хилит, любой хилл работает. Стики, Мека, знаешь ли, там, хилл Омника, например, 360, так лечится, так 720, Мека пятихадыч залечивает, ну, короче. А, и еще Сатаник работает, и вампиризм, то есть парень включил Сатаник, сделал пять ударов там, и он нахилил себе столько хп, сколько ему, блин, за всю жизнь не отнять, наверное. Так что... Ну, ладно. Жакир, у вас пик от финнов, ну и чем ответит команда Альянс? Мы ждем, какой будет последний герой от них. Тем временем, параллельно, в Твиттер Секретим пишет, что наш путь к чемпионству на 11-м Старладере начинается прямо сейчас. Мы будем играть против команды Игорь. Ну, эта карма может покарать их сейчас. Да. На канале Старладера 1 Каспер это дело комментирует, так что если вам Альянс против Финнов менее интересен, чем Секрет против Игорь, ну, если честно, я бы Секрет Игорь посмотрел бы с радостью. Ну, да. Возможно, будет нормальная катка. Секрет в последнее время, знаешь, не отличается стабильностью, поэтому... Да, они так по чуть-чуть готовятся к клану, который их ждет уже 3 декабря, который они очень хотят выиграть, про который они говорили на перекуре сразу после поражения на Старладере, что все, мы едем в Америку, мы там ЕГЭ объясним, что готовятся они к саммиту посильно. Дримхак они пропустили, они сразу же отказались от участия в Дримхаке, чтобы полностью сконцентрироваться на саммите. В то время как ЕГЭ вот сейчас как раз сегодня прилетели в Швецию, будет 2 недели в Швеции, и сразу же из Швеции будут лететь туда, в Америку. Так что, ну, тут вот может быть и правильное решение, может быть нет. Ну, приоритеты все как угодно расставляют. Мне почему-то кажется, что у ЕГЭ вообще сейчас один приоритет, это интернешнл. Мне почему-то так кажется. Ну, вообще это правильно. Как проходящие такие, знаешь. Да, вообще это правильно. Но хотя, как написал Зай, что мы завтра начинаем свой путь на Дримлиге, это единственный турнир, на котором мы еще не были в топ-3. А, ну, тоже, тоже, возможно, своя мотивация. Ну, вообще, учитывая, что на Дримлиге отказались китайцы, и здесь нет Нави, конкуренция здесь не очень велика, и здесь реально очень большие шансы как бы не просто в топ-3 попасть, но в топ-3, ой, топ-1 занять. Да, ну, опять-таки, призовой, конечно, не такой, как на саммите на Дримлиге, то есть в три раза меньше он. Фактически, если здесь там 100-115 тысяч, то на саммите уже около 300. Так что тоже, ну, блин, сейчас с этими призовыми, если Кэптэнс Драфт турнир имеет 285 тысяч долларов призового, турнир, играющийся в онлайне на фановом моде, то... Ну, давай откровенно, вообще неважно, что за турнир, главное, какой сет ты забабахал. Да, у меня очень сильно горит на эту тему, а на эту тему также очень сильно горит у Бруно, у ЛД, ну, короче, у всех. По сути, у нас, комментаторов, горит, потому что наша комментаторская работа, по сути, нахрен никому не нужна. Всем плевать, что там будет 300 матчей, будет комментировать там БТС, и СЛТВ, и еще кто-то, всем главное сет. Так что я надеюсь, может, меня сейчас заплюют, что рано или поздно вот эти все шмотки вообще уберут к чертям собачьим с билетов и все. Ну, ты знаешь, когда-нибудь к этому придет просто Вальва, конечно, отличается тем, что они очень все медленно делают, очень медленно принимают решения. Иногда бывает, что какое-то решение Вальвы принимают спустя три года. Как с Рошаном? Ну, например. Там примеров масса, и как бы у всех вопросов, блин, а что раньше-то нельзя было сделать? Вроде же очевидно. Ну да, да, но это Вальва, это Вальва. Да, бывает. Ну что, в миде у нас Валикс стоит на Легионке против Лоды на ДП. Лода на ДП одожилась с командой Альянс, что Лода вынужден играть на Death Profit. Просто Лода не умеет играть на Брюмастере, на Брюмастера опять посадили Хани, и в итоге Лода вынужден играть в миде на Death Profit. Причем, что это за сет такой? Да, я только хотел сказать, у вас вроде не принято сеты обсуждать. Ну блин, что за офигенный сет? Ну типа он просто очень странный и... Она какая-то такая худая, что это вообще? Ну она такая типа как леди. Что это за сет? Леди, типа. Я такого еще не видел. Я тоже. Какой-то странный. Короче, она очень похожа, не знаю, может ты смотрел, сериал был и фильм такой, семейка Адамсов. Да, да, да. Вот она похожа на жену вот этого. Ну да, да, действительно так. Интересно, ну ладно, по-моему. Кто подарит нам святым по такому сету, тот молодец. Да, мы вам... Да, тот молодец. Пишите нам свитер, мы вас добавим в друзья, вы нам подарите по такому сету и мы передадим вам привет. Все, договорились. Ты что, на Банше играешь в пабах, что ли? Зачем тебе сет? Да мне сет понравился. Да, более-менее. Ладно, сложно здесь Туз у нас на паке стоит против триплы. Буги, Джеракс опять на своем шейкере и Матумба Мэн на Сларке. Ну, не могли не взять. А на топе тем временем Хани и Аки убивают. Забивает Трикс. Зажал. Проблемки, проблемки у капитана. Да, ну вот капитан отправляется в таверну. Так же, как и в прошлой игре. Ферстблад делается на Трикс. И опять-таки, кстати, у нас вторую игру подряд Альянса играет за Дайер. Ну, тут система какая? Тот, кто выигрывает монетку, тот выбирает себе сторону либо Дайер. А на вторую карту тоже. Проблема Лейса. Очень большая. Эйс погиб, погиб. Да, так вот, вот в первой игре у нас Альянсы выбрали Дайер. Потому что они выиграли монетку, они выбрали Дайер. А Финны выбрали пик. А во второй игре выбирали Финны. И они опять выбрали пик. То есть, они могли выбрать Дайер, но они выбрали пик. И Альянсы выбрали Дайр Поэтому две игры подряд Альянс играет за Сторону зла С Куржей Но в этот раз у них нету Такого Рошана убийственного пика Как в той Хоть Рошана и как бы сдвинули Чтобы там удобнее было драться Но все равно за Дайр его забирать легче Это понятно Ближе он к Дайр Ну да, сейчас вот этот вот заход по кругу Он немножко неприятный Но все равно Но тут не о чем убивать особо Рошана Только Death Profit Но она не так крута, как там Дроу Рейндж Ну там на 16 левеле с ультом Она конечно быстро его забирает Но в любом случае это все равно действительно не то Явно причем не то Ну опять-таки Если мы говорим о новой мете О новых пиках То вот у Альянсов Уже вот этот пик Который более похож к пику Сикретов То есть берут героев на драку Просто шикарных героев на драку И драться они тут смогут по-моему просто отлично Ну по идее да По идее да Не хватает им только Таурен Чифтаен и Тэдхантера Чтобы быть уж совсем как Сикрет Да и все будет вообще отлично А так мы видим и Брюмастер и Пак Кстати у Пака проблемы У Эйса проблемы снова И он уйдет наверное Вот это вот А нет там Джеракс Джеракс очень здорово заходит И минус Айс второй раз Здорово Джеракс уже вторую игру отыграет Это Шейкер он как бы везде Не, ну ты видишь Он здорово отыгрывает в начале Он в начале прошлой игры тоже сделал два фрага А потом он даггер собирал до 35 минуты Ну да, ну это они в принципе все команды насасывали Там такое дело Что их просто давили и унижали Там В этот раз Такого не будет скорее всего в этот раз Потому что у Альянса не такой жесткий пик Они будут поддавливать с ультами Брюмастера и Death Profit Но без ульта там Брюмастер например и Death Profit Они вообще ничего особо делать не будут Я уверен Ну ты смотри Опять таки на Эйса тут Выходит из лесу Буги Эйс уже должно быть ужасно страшно Что происходят какие-то чудеса Что меня бьют У него стоит вард Он вообще в принципе прекрасно видит где Буги находятся Поэтому Ну да Все у него хорошо Сейчас уже будет видеть Шейкера Который вдруг если что с нижней руны будет подтягиваться Так что тут уже не должен подыхать Да он и раньше его видел Он в смаке Шейкер в тот раз заходил А ну да Не особо-то спалишь Трикси у нас понял что в сложной ему делать нечего Начинает передвигаться Начинает делать спауны Ну что-то А кто их фармить то будет спауны он делает Типа Ну Легион может плюс-минус более-менее фармить Но все равно не то Хардлайн ТХД Собственной персоной Не ну опять-таки У тех же Сикретов У тех же ЕГ Если они берут в оффлейн ТХД То особенно у ЕГ Против которых его банят То там я не знаю каким-то чудом Юниверс всегда умудряется выносить такие вещи оттуда Что ого-го Да потому что страта всегда одинаковая Там по двум схемам работают Либо ТХД смещают потом на легкую А все идут воевать Либо все идут воевать на какую-то линию Так что заставляются с линии ТХД уйти И ТХД в любом случае там Тавр начинает заплевывать А если ТХД сама просто уходит с линии И вот так начинает летать по карте То это не очень полезно на самом деле Да ну что здесь тем временем мы едем Эйс уже не один Майнац к нему подтянулся Майнац который на Огре умудрился уже купить Поинт бустер Прям просто тапок и поинт бустер Огрмак 12 минуты агоним Серьезный замер Кстати Трикси надел себе вот этот миллион стаков И вот их он по чуть-чуть фармить может Своим плевком Но это ему надо очень много времени потратить Ну типа да Еще пару стаков сделать Ну вот мы видим Джеракс у нас в сложную вышел Получать экспул Аки и Хани тут только ждут пока он подставится Ну а у Туза опять какие-то проблемы Опять друг гоняет Да то снова А то снова под угрозой Но наверное в этот раз он Контролирует Примерно Ситуацию Опа Опа Амбоги нашел его Ну и Эйсу тут Ну вот не сбьют Как ТП Все нормально Если отсюда улетает Но все равно очень испуган Он все так ведет скажем Серьезно В Аликс в миде Очень наполучал У него хаста Он забежал под Тауэр Пытался как-то там С кем-то подраться Но от него поубегали Амб Бывает Лода тем временем Седьмой левел Мы идем в 3 Есть Сворум В 4 Вичкрафт Ультимейт пока не качал Ну потому что он пока ему не нужен В принципе 7 минут игры прошло У Лоды все по плану Ой Трикси Он себе сделал этого сатира Который лечит крипов Вот он их покоцал А теперь они будут лечиться Отстой Ну они наверное потом С Валиксом вместе запармят Это все как-нибудь Ну что Джеракс на топе Третий левел уже получил По-прежнему стоит Вот так вдалеке Не подставляется Ой Эйс Эйс умирает Отлично там вообще сыграли Капитаны и Якоря Слушай А Якоря-то Начинает очень хорошо И седьмая минута Сларк Мидас И Эйса что-то Приговарили уже трижды И как-то странно Что пак умирает Настолько много Ну да Ну сейчас просто Отлично разыграли Прям моментально Залетели все скиллы Сайленс И паунс И замедление Все прям В одну секунду Залетело в паку Он вообще ничего нажать Не успел И умер просто сразу Да И в итоге Опять туда бежит На ту же линию Мы видим 0-3-0 У него 9 крипов убитых 9 крипов убитых 4-й левел У него всего-навсего имеется Так У нас в миде Тем временем Что-то интересное Ну Приморозил Хорошо ТХД его спрятали Аки проклинает Здесь же Брюмастер Ультует На этот раз без клепа Цепляет Вааликса Ну и Трикси Тоже ни в коем случае Нельзя отпускать Вааликс погибает А Трикси ТПау делает Да Да Брюмастер отпустил Мог бы синенькой пандой Тут погнаться И поднять Ну тут недоконтролил Трикси Ой, Трикси Хани Руки мерзнут Или пожалел Своего извечного Тиммейта Из команды Фнафик Может быть Ну и в итоге Пуш Но Слушай, ты посмотри Какие прикольные эти Да, тоже прикольные Из этого же сета Видимо, да Типа Типа такие Мышки, мышки Кстати, где Дайртайт? А, ну его уже не было И не будет Такое отстой Они же уже сказали Они предупредили заранее И поэтому народ Даже не стал нервничать Но все равно обидно Ну не знаю Мне никогда не нравился Дайртайт Да, мне тоже Свости уж Мне реально не нравилось Мне абсолютно Это Ну это фигня какая-то была Согласен Я не знаю Че там занимало Ну чем там можно было заниматься Мне понравилось Только Короче Убийство Короля Убийство Короля Мне понравилось Да Да Там был Ты меня замьютил Все Нет Я тебя не замьютил Это был Это был Звук Окей Типа Да Все И какие-то звуки пошли Знаешь Как ты там уже Я пошел Пошел Да К пульту полез Выключим Чирчам Забачим Да и все Ну такое Они обещали Что в следующем году Они выдадут Что-то такое Что все будут ошарашены И что Дота 2 выйдет На совершенно другой уровень И она будет Настолько интересна И что много Будем будет Ну мы понимаем Что буквально Месяца через три Уже начнется Подготовка К новому интернешнлу Скажем так Хотя у команд Она уже началась Составы уже Менять нежелательно Скажем так Ну еще будут Я уверен Особенно в Китае Я уверен Что в Китае Вот еще Ну Китай Знаешь На своей волне В Китае пока нет команд Вообще То есть есть Ньюби Какая-то непонятная команда Без Ксиоэйта И Вичи тоже будет Ну короче Мне кажется Что да Что в Китае еще Потому что на данный момент В Китае как-то Ну типа Даже не назовешь Кто там сильный Кто там слабый ЛВ Геймин Знаешь Там все дела Ну типа да Там Ну такое что-то То есть все среднее И ничего Выделить невозможно Вальву надо Что-то делать надо А иначе Знаешь там Heroes of the Storm Всякие там Появляются игры Надо Надо Не отставать А то Да ну Ход с крутой Потом Бомэн Прыгает на Майнатса Майнатс Со своим Поинтбустером Выживает Ну потому что Поинтбустер Он просто говорит Ты видишь У меня поинтбустер Что ты хочешь Пять жира Кстати неплохо Сыграл Трикси Трикси Уходит Сейчас от Брюмастера И кстати Хани Очень-очень-очень И вовремя У него заканчивается Ультимейт И Валикс Еще и может Дать дуэль Если дождется Но нет Матум Бомэн Зарежет Хани В соло Да И слушай Капитаны И якорята На самом деле Очень даже Неплохо Выглядят Потому что Этот Сларк С Медасиком Который еще и Килы делает Он может Скоро очень Сильно кровью Попортить Да Это слишком хорошо Как-то для Ребят из 4 Anchors NC Кэптэн Да Ну просто У Альянса Вообще не видно Как бы лейта Какого-то Чем драться Ну большой Забирать товара Типа как-то Непонятно Учитывая что Еще и пак Он в принципе Бесполезен будет Ну Вот так вот Эйс На Сайленс Сначала надо давать Братан Мана не было На Сайленс У него Да 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 В итоге Эйс просто Имеется ввиду Что даггер Если он и вынесет То это будет Очень поздно Это кроме даггера У этого пака Ничего не будет Там никаких ветров Ничего такого И особой пользы Он вносить не будет В итоге что В итоге все Закрывается на лоде И на брюмастере И Это как-то Маловато Чтобы выиграть Ну да У легионки Сларка Опа Поднимают Кстати говоря Легионку Которая имеет возможность Здесь кого-то задуэлить Наверное Не стоит оно Хотя есть ДДеха Знаешь Прямо лоде Прописать Ну кстати он бы убил Но просто здесь Очень много героев Пак стоит Ой Эйс Эйс это провал Вообще Все он за это Поплыл Поплыл молодой Да Что-то убили его Пару раз И что-то Эйс начинает Рассыпаться Ого Вонскор Блох написал Ого О чем О своей игре На Йорс Перет А нет Это он пишет Блох Про Пребывание На Старладере Я так понимаю На Старладере Да Что-то как-то долго Вовремя Ну наконец-то Наконец-то Начинает Нави заставлять Писать блоги Какие-то Да Я тебя умоляю Молодого просто Заставили Обратим внимание Кто написал Конечно Вонскор Прикинь Заставить Артура Написать блог Гоблак Иди напиши блог Знаешь Или хвоста Или хвоста Хвоста Мне нога сломана Я не могу Сашка Выздоравливай Выздоравливай Да кстати Действительно Здоровливай Братан А Артур Между прочим Скорее всего Попросит Поднять зарплату 500 патчей Скажет Челоспик Конечно Джеракса тут убивают И Трикси Кстати тоже можно убить Трикси дал хорошую Макропиру Но тут же есть Трикси Как же живет Этот все-таки герой Да жирный пипец И вообще И вот уже Хани Ой-ой-ой Там Матумба Мэн В спину зашел Кстати И Матумба Мэн Сейчас Туза приговорил Двоих уже приговорил Он там А тут с этой стороны Лода людей приговаривает Серьезная такая драка Матумба Мэн Вгрызается в Майнаца Маны у Матумба Мэна нету Но есть Буги Сайленс Майнаца пытается расстреливать Минус Лода Разорвало его Ну так и Майнац Никуда не уйдет Сейчас будет ультракил Да Ультракил От Матумба Сильно Вот только ты сказал Что Сларк У которого Мидас Который делает киллы Это плохо А Сларк У которого Мидас Который из Даггера ПТН 13 минуты Который делает ультракил Это вообще печаль Это очень плохо На самом деле Я готов Уже Поставить Заявить Да Поставить Не на Альянс Ну очень тяжело будет Альянсу Ну ты видишь У Альянсов точно так же Как и в первом матче Да Против ВП Повар Первая игра Получается А во второй игре Получается какой-то Лютый провал Да Пока это действительно Лютый провал Потому что Ну и так у них Пик был Не ахти У Альянс Такой какой-то Ну да На драку Чисто Но нужно с ним Было идти И драться И ломать ТВРа Там запушивать Ну действительно Как во второй игре Против ВП Повар Где была Энигма С Фейзами Вот что-то подобное Но их Просто пинают А чем С Ларк Это остановить Вообще Ну вот сейчас Ничем Ну тут Просто понимаешь В чем еще прикол Ну тут надо Игру закончить Минуты до 30 О, еще и О, еще и Ханни Дуэль Кажется Отдает Да Это первая Всего на все Дуэль У него 32 победы Мы видим Ну такой себе Неопытный Валикс Там у нас Есть кто-то У нас там был В конце Старсерии Кто-то из русских команд Не помню Даже из какой Какой-то там Чувачок был У которого там 900 побед Там что-то Такое То есть там Такой лютый Задрот Легион Так По-моему У года Что-то такое У него Легионка Там с какой-то Вообще Адовым количеством При том Что в играх Профессиональных Он на Легионке Вообще Ни разу не видел Вот нет В последнее время Они начали брать И даже выигрывают Но в Пабе Он очень много играл Ну вот Хороший герой Все-таки Надо его Как-то Правильно Да Я тут не надо Видел Который заканчивал игру Где-то с 300 Дополнительным дэмэджем Против ВП Палар Кстати Да Это забеет Просто эта Легионка Потом бегает Я вот наблюдал Как против Муши Играл Меракл На Легионке В финале квалификации На Саммит И там тоже Просто Муши Шестистотовой Эмбер Спирит И Легионка Ему подходит И говорит Ну давай Давай дружить В дуэли Перчаткой в лицо На У Матум Бомана Кажется уже есть Да И шарик Это видимо Скади Скорее всего И это будет Скади На 21-й минуте Где-то Ой А там попытка Рошана Что-ли Зайти Ну правда Валикс просто Побирает А стоит ли сейчас Драться без Легионки А я думаю Нет Там лоды есть ультимейт И есть ультимейт У Брю Я думаю Не стоит сейчас драться Не стоит Не стоит Драться Тем более Что здесь будут Юзаться ультой Легионки Ой Ультой Баншин На то чтобы Рошана забрать Вот это ошибка Сейчас может быть Кажется сюда идти Да Поймали у нас одного Хорошо Все Поднял Кстати Ветра Шейкер дал Отличный стан У Кри Хороший Слушай Матум Боман И сейчас Помрет здесь Не Он уходит Он уходит Слушай Они просто выигрывают Время Но правда потеряли Они ТХД Ничего сверх критичного Но это опять-таки Деньги Это деньги Деньги Икспа Для альянсов Которой Им сейчас очень не хватает Вот они уже 2000 икспы И 2000 голды Отыграли Из 5 Ну да Не ну Легко отделались Так скажем Сейчас Финны За свою проделку Потому что Могли их всех Позабирать По факту Я не знаю Почему там Ханни не стал Например ульт юзать Чтобы догнать Там всех И так далее Пожадничал Ну что же 2-1-2 Стата пока У лоды На данный момент А Ханни кстати Побежал вниз Кого-то искать И найдет же Если телепорт Делает Джекиру О Джекира Еда Ну Джекира не так просто Убейте Он такой жирный Уже ветра есть Да слушай Не такой там жирный Ну почему-то умирает Он очень медленно Вот как будто бы 7 армород Да Кажись немного Там меньше 1000 хп Ну вот сейчас Давайте смотреть В четвером его будет Месители Втроем Так Клэп Ветра Тут уже подтягиваются Тиммейты Джекира если кого-то Приморозит Ну тут развалился быстро И опять-таки А вот он Врыв от Валикса Минус Аки Есть победа В дуэльке Летая в ветрах Он ее получает И сразу же погиб Победа Нет еще живет Тут подошел Еще Шейкер Матумба Сейчас может На развороте Есть ульта Валикс Там Шейкер Хорошо В майнаца Прыгнул Майнаца Два саппорта Пытается забрать Ну ты смотри Как мультикасты Летают вовремя Да Очень жирный Шейкер Вытанковывает Он все на свете И вообще Пофигу ему Слушай Ну альянс то Да Альянс нормально Они поняли Что надо нападать Самим И вот Как только Они начинают нападать Все выходит У них очень хорошо И опять Драку не выигрывали Пак с блинком Ну этот пак С блинком Это конечно Очень хорошо Он сейчас очень битый Надо отсюда бежать Это конечно Вообще Обиженный пак У него просто Блинк То есть Считаю что Вообще Ничего не купил Себя Кроме блинка За 20 минут Ну лоду Иззайтуль Сейчас тавр Заберут здесь Ну да Вообще Огр Делает дела На самом деле Я смотрю Как он все танкует Как мультикасты летят Как он Демиджа сколько делает Вообще в драке Ну что И Не так уж Все хорошо стало Не поменялось ли Твое мнение По поводу того Что надо ставить Потому что Ну да У него нетуарс По прежнему Огромный Имеется Думать Тумбомэн И вот Ну Скади Оттягивается В связи С вот этими драками Перестали Альянс По одному Ходить и умирать И Вот уже не так Все весело Ну вообще То говорят Да Да Оказалось Что Сларк Ну вообще Слушай Сларк Срова Должен здесь Карать Он такого Левела У него Такие шмотки У него Скади Действительно Уже вот Хоть Не понял Не понял Что происходит Где он Взял Ну как видим Все нормально Ну Альянс Не слишком Много Ну и не слишком Мало По чуть-чуть Он там До своей сотки Доберется В плюс Опа Справа нападает на Аки Аки скорее всего Успеет умереть Почему-то на него Буги зажал ульту Зря он так рисковал Да Но в итоге Буги ультимейт Так и не потратит Вот мы видим Он еще тут Пожил немножечко Но в итоге Джакира и Скайра Смак Отправляются в таверну За счет смерти За счет смерти Одного шедоу демона Да Ультанул брюмастер Потратил ультимейт Ну а Че бы и нет Ну да Ну такое там Особо Не в чу Практически пользу Да Там саппорты Друг друга пилят Да Да Все пилят Друг друга И все таки Пока нет ульта Брюмастера Могут немножко Себя вальяжно Чувствовать сейчас Фины Они вот Как раз таки По этому поводу Тавр начинают Сверху пилить Ну а тут правда Альянса Рошана Начинают пилить Да ну и вряд ли Пойдут конечно Туда Четыре якоря Что Они во первых Не успеют И во вторых Драться там Не совсем выгодно Для них Уже вот с прошлого Рошана и начались Для них неприятности Скажем так Шекеры пытались Сидать вышку Не смогли это сделать Чисто голды появится Если он сейчас внезапно Где-то в лесу не сдохнет Ну да вряд ли он сдохнет Думаю сейчас как раз Через лес пройдет Да и дофармит себе даггер Вот ему может Вот этих крипов Сейчас ставят Да так и происходит Ну и скади У сларка Тоже Раннее весьма Скади Ну и вот он аганим Майнац приобретает Его 22 минута В принципе Отличный аганим Для суппорта Угра Учитывая что Весь суппортинг Скажем так Висит на шедоу демоне Ну ему надо Теперь один стяпнуть Чтобы стать Действительно Грозным Таким супер Пупер Бойцом Ну что Дальше Что делать дальше Финны Финны опять Вышли вперед То есть Когда нет драк Финны Формят лучше Ну опять таки Там Мидас Мидас Тавр забрали Да Ну Арианцы тут Раздуплились И пошли просто Телпой В атаку Собственно Им это Только это И надо делать Потому что Если ты хочешь По одному То Старки Всякие Тебя вырезают Очень бодро Старк И в 5 на 5 Решил заехать И вырезать Ну и кстати Действительно Ну и что Успеет ли Нет не успеет Здесь конечно Шикер Как хорошо Джеракс Прыгает Внезапным Даггер оказался Этот для команды Альянс Минус 1 Ну и Матумбомен Будет догонять Майнация Это минус 2 2 в 1 Размен Лода Очень битый Лоде надо уходить Ультимейт Вынужден тратить пак Да Разочка Кстати у Лоды Неожиданная Ну да Кстати А и там еще И Ханни После ультимейта Ну и это Минус 3 Да Драку выигрывают Здесь Форенчерс НС Кэптон И неплохая Такая получилась Драка В итоге Ну Сларк Сларк Вот очень сильный Сларк Он просто прыгает Во всех Один в пять И что ты ему сделаешь Он в ульт уходит Он начинает тебя грызть Да даже если он в ульт не уходит Все ты его ни хрен убьешь Такой жирный Такой сильный Это же Тларк Угу Ну и Шейкер с блинком То есть вообще все очень хорошо У капитанов Якорей и капитанов Да Ну что Матумбомен Восемнадцатый почти уровень Две восемьсот у него После появления Уже Скади Трикси мы видим Ничего нового Тысяча двести у него есть Ну Быстро если грянуть У Шейкера мы видим Есть Аркантапки Даггер У Легионки У Легионки у нас ВКБ Скоро появится Ну и есть уже Блэйдмейл У Скайросмага Аркантапки Бутс оф спид У Сларка Вы уже видели Сларк там в миде уходит Быстро У Джакира Тоже вы видели Ну по альянсам У Лоды Тараска Опять таки Что очень хорошо У Шейдоу Демона Аркантапки У Пака Даггер Ну и вот Единственный такой Корный артефакт Это действительно Гоним У товарища Угромага Все остальное В принципе стандартно Ну и Брюмастер Мы не очень сильно Доверяем Этому Угромагу После Его Энигмы Мы ее надолго Запомним Ну а что Думал Вот так Взял себе Энигму С фейзами И все сразу Забыли Ну вообще Так говорят Да Так просто Не забывается Есть еще глиф Можно прожимать И можно снова Драться Кажется Причем бы и нет Собственно говоря Ну вот В узком проходе Стоят Тавр забрали Ну вот уже Драться не надо Надо дождаться Пока у Лоды Закончится ультимейт Он уже Вреда никакого Не нанесет У Лоды с левелом Кстати как дела 15-й у Лоды левел До 16-го Еще чуть Шиву Ему сейчас купить Следующим артефактом Было бы неплохо Да Шива против Сларка Очень даже Все дела Ну у Сларк Это 18-й левел 18-й левел Ну да Сларк силен Сларк у нас По-прежнему Ни разу не умирал У него 6-0-4 Башер есть Скоро Ну как скоро Однозначно Он сделает Абисал Блейд Сларк прыгает В Сайленс Получает станчик Еще станчик Не берет на мультикасты До сих пор Он и умер Вот так вот Только я сказал Но тут конечно Полный получился Нефарт Он прыгал Тупо в Сайленс Шекер в троиху Их как хорошо Одного правда Только сбивает пак А Шекера спрятал Аки Шекеру надо дать Один стан Но вот они Мультикасты пошли И минус Шекер Да Ну как сейчас Матумба Мэн Ты все закрабил Это же вообще Да Если бы Матумба Мэн Туда в Сайленс Не попал И Шекер действительно Так ворвался Тут бы драка Была выиграна Вообще в салатину Ребятами из Финляндии Но В итоге мы видим Получается явно не так Кажется к тебе пришли Главная уверенность Главная уверенность И этого тоже Ну конечно Ты же понимаешь На доверии На доверии Трикси бежит Чтобы понять кого-то В витрап Потому что Есть блинк У легионки И можно там дальше Нестись Скажем так В атаку Да Тут у Сларкевич Ну у Сларкевич Если бы не та смерть Было бы все отлично Так он отдал стрик Он отдал много денег Да Так тут у нас Много шума кипиша Да Доставка еды приехала Сам понимаешь Ну да Понятно что Сразу кипиш Уже Каспер Уже Каспер Уже сразу Эй Мой кусок Я не в арене Сейчас Так что Я тут На студии Сижу Понял В арене Меня выгнали Потому что Там очень важный день Там просто Очень важный день Все таки Сикрет против Игоря Ну да 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 Кстати По поводу Старладера Там спрашивали Это все на сегодня Да Там сегодня Сикрет Игорь И в Европе Все Мало матчей Большинство команд На DreamHack Так что У нас сейчас По три матча В день На Старладере В основном Играет Игорь В основном Играет Игорь Со всеми И Наташа Ищет парня Ищет Тоже Понял Дают А тут Атака Смоук Спалили Тауэр 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 Закончить К тем временем Минус Окей Это очередные Плюс Очередные Плюс 14 демиджа Уже Плюс 18 Да И кстати Убили там Двоих Кстати Можно ловить Лоду Лоду Отрезали Лоду Приморозили И получает Лода Мистик Флэр В голову И это Минус Лода Да Вот только Только НС Сказал Что сейчас Игра Закончится И вот Она Заканчивается Минус 4 Мидлейн Сейчас будет Падать Ну и скорее Всего Нет Не Мидлейн Они убили Четверых И просто Взяли Ушли Это Вообще Что Это Вообще Как Матур Сумба Мэнто Давай Руби Ну Действительно Непонятно Почему Финны Еще Не Заканчивают Эту Игру Там Лоды 45 Секунд Не Было Ну А тут Что-то Что-то Финны Долго Думали И в итоге Забрали Только Т3 Тауэр На топе И Больше Ничего Они Не Делают Но Трикси Начинает Поджигать Барак Че Они Так Боятся Я Не Понять Ну У них Сегодня Еще Игр Хватает Им Сегодня Еще Играть С МВП Феникс Сразу После Этого Матча У нас Будет Игра Предтурнирных Двух Аутсайдеров Скажем Так Да Потому Что МВП Феникс И Форенчерс НС Кэптен Считались Все-таки Аутсайдерами Но Как мы Видим Все Очень Сложно У МВП Уже Три Победы Есть У А у ДП ДП У нас Собирает Себе Рефрешер Рефрешер Это конечно Очень круто Но Не всегда Ну что Врыв Матумба Убивает Эйса Через стан Шейкер Прыгнул Получает Сайленс Но Аки Должен погибнуть От дуэльки Да Аки Погибает От дуэльки Майнац Тоже погибает Это минус 3 Практически Моментально Там потеряли Только шейкера У лоды У лоды Сейчас тоже Могут быть Проблемы За ним Надо идти до конца Прыгает Хани Ультует И спасает Тем самым Лоду Но вот Лода Все равно Долго здесь Не проживет Лода получает Сайленс Вынужден отсюда Убежать Брюмастер Никого не убил В итоге Размен 3 в 1 Был также У нас Байбэк От Пака Который Решил Что пользу Принесет Но это Вряд ли И Хани Тоже Отправляется В таверну Ну что Рошана Нужно забирайте И идти заканчивать Игру 56 секунд Не будет Хани Ну тут Собственно Действительно Надо пойти И закончить Эту игру Ну пока Финны Точно так же Как и Альянсы На прошлой карте Спешить Никуда Не хотят Ну что Рошана Падает Аэгис Достается Конечно же Матумба Мэна Матумба Мэна У него 10 1.7 стата У него 4.200 Абисал Блейд Скади Даггер ПТ А тут собственно Все что надо Есть Выйл в дискорд Появляется У ТХД Ну что Матумба Мэн Иди в атаку Матумбируй Мэн Огар Мак Матумба Мэн Прыгает Стан В лоду Тут же получает Двойной мультикаст И понимает Что надо уходить Лода будет подымать Они его будут ловить Неужели никто не пойдет Спасать Матумба Мэна Матумба Мэн Еще один стан Получает Пурдж Матумба Мэн Маны нету Ну вот попробуй его убить У него 2600 хп Его тут шейкер Отрезает Аки Матумба Мэн Остается в живых Все таки спасли Кстати сюда уже Трикси бежит Тут уже и рядом Не Вайликса нету Вайликс Кирасу почти собрал У него 84 уже Дэмэджа есть После дуэлик Ну и что же По графикам 20000 колды 25000 хп Преимущество бешеное И альянсы близки К пятому поражению Надо всего Чуть-чуть времени Парням Из Финляндии Чтобы подсобраться И Провести вот этот Самый последний файт Им надо его проводить Довольно быстро Потому что Аэгис пропадет Через Три минуты То есть Времени у них Не много На топе Голые бараки И Их надо бы добить Прыжочек Станчик Минусаки Матумба Мэн Очень быстро делает фраг Уже на хайграунде Уже особо не печалится Не переживает Вообще Финкс от маны У него сейчас маловато Ему бы кто-то залил Было бы круто Вот Шейкер немного помогает Кстати то что у Сларка Полторы тысячи монопул Это как-то аж Слишком много По-моему Для этого героя Сларк Прыгает Не попадает Стана у него нет Начинает бегать В Жену Дэнзи Ну вот очередная дуэль Очередная победа Лода Пытается уйти Лода таки уйдет отсюда Да А вот Трикси Кстати тут Посмотрите Еще и летают По Трикси Так серьезно Там мультикасты Матумба Мэн За Майнацем В БКБ Матумба Мэн Ну и Майнац В таверну Даблкил Убежал На топе Падают Бараки Еще Глифюзает Альянс Но Альянсы Тут держатся до конца Поэтому мы делаем вывод Что в каждой игре У нас держатся до конца Ребята Мы делаем вывод Что все-таки Действительно Тайм рейтинг Имеет место быть Лода ультует Матумба Мэн Прям под ультимейт Лоды вгрызается в него Аки Лоду спрятал Проклинает Матумба Мэна Лода Ветра Тому выравнивает Сему зрители Вот он Башик Ну вот минус Аэгис И финны Неужели они опять Отсюда уйдут сейчас Не Матумба Мэн Решил все Я до конца гейминг Лода там Со своей Тараской Получает дуэль Стан Матумба Мэн Погибает Но победа В Аликса Лоды есть Байбэк Кстати И Пак Стоит Оптимейт Буги Выбежал за него Буги Шекер Вдвоих Как хорошо Врывается Джеракс Минус 2 моментально И только сейчас Делает Лода Байбэк Это уже слишком поздно Ханни БКБ Джеракс Пытается уйти Майнац Не успел дать ему станчик Все Поразбегались Финны Сторону снесли Вторую подпушили Заставили побайбэкаться Альянсов Все нормально Ну и Джеракс Смотрите Заначка Заначка у Шекера Пацаны Я стою Я в лесах Корова в лесах Все отлично Ну и 39 минут Игры Уже прошло 25 тысяч Голды 30 тысяч Испы И преимущество Только растет Ну я не знаю Опять таки Какие тут могут быть Шансы при такой игре По моему Абсолютно Никаких Но Сдаваться Альянсы Не хотят Опять таки После этой игры У них будет 3-5 И Половина Какая половина Уже Больше половины матчей Сыграно 8 матчей Сыграно Останется Всего 6 И в соперниках Будет Клауд Найн ЕГ и Тинкер Ого Альянсы Там могут Не попасть В Йон Чопинг Вообще Как бы это Прискорбно Не было В Аликс Приобрел себе Джевелин Тоже будет делать Башер У Сларка Тем временем 2-100 Появляется У него Б КБ у него было У него ничего Нового не появляется Он просто Умер Денег у него Стало Немножко Меньше Привет Вилат Разбан На канале Старладер 1 За что Дали бан Навсегда Не знаю Ну Чувак У нас Нету Анбанов Все просто Если Дали бан Навсегда Значит Было за что Мы Не отбаним Так что Не хотите Чтобы вас Забанили Не пишите Херни Все будет Правильно Так там В ветрах У нас Кстати Летает Валикс Валикс В лоду Дает Зачем-то Дуэль Хани Ультует И Смотрите Валикс Чуть не умер Здесь Он в итоге Выживает Сларк Пытается Сгрызть Аки Аки По-прежнему Жив Ну Уже Нет Сларк Погнался Тем временем За майнацем Драку На две части Разделили Лода Пытается убить Шейкера Вместе С Джеракс Ух Как хорошо Джеракс Все сделал И у него По-прежнему Есть ультимейт И он готов Прыгать Он дает Стан И Матумбомен Уже сделал Даблкил Это уже Минус 3 Остался Лода И Хани Лода С ультом Ну и что Надо гнать Хани Хани 5 4 3 2 1 Не успел Есть у него Кстати Блинкаут Можно сделать Но не успевает Он его сделать Сбивает Блинк Тем временем Здесь загнали Лоду Его пили там Своей дубиной Шейкер Сларк Очередной фраг Ну и тут Хани Мансует От Байликса И Трикси Дуэль ему Дай Да и не парься Вот На дуэль Очередная победа Уже плюс 138 Насобирала У нас Легионка Пока убивали Хани Пак уже успел Появиться Ну что Минус вторая сторона Тут кстати Пытается сразу Приговорить Аки и Эйса Стан на Эйса Аки еще спрятался Ну на том момент Сейчас его Вот так вот Изничтожит Тут еще Для статистики Как работают Фор Энчерс Энкепты 42 минута 40-15 Счет Под фонтан Загнали уже Альянсов И под фонтан Решил просто Пойти Сларк Кстати Вы смотрите И в натуре Сларк сделал Фрак И с Шейкером Вместе ушли ГГВП Опять Майнац Пишет Первым ГГ Проигрывают Матч начнется Ну вы знаете Вы уже привыкли За два дня К DreamHack Пересадки команд Здесь занимают Очень много Времени В любом случае Турнирная таблица Обновленная Выглядит Вот так И вы видите Что 1-1 У 4 Анчерс И 3-5 У Альянс Не весело Особенно Если вы Болельщик Команды Альянс Уходим Мы На короткую Паузу И вернемся Через несколько Минут На третий Матч Сегодняшнего Дня Паузу Паузу Дисчонки Самые Дороги Да